Звучит музыка В последних годах СССР, в 80-х, вот все как будто в 80-е годы остановилось И это вот Крым такой Видишь, какое интересное кольцо, прям реально кольцо Дом на кольце посередине стоит Держитесь, Мария, Держитесь, Мария Держите Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Короче, не нашли, наверное, по-моему, мы Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Приехали в поселок Орджоникидзе Рядом с Фиадуси И вот здесь есть Агатовый пляж Сейчас хочу подняться вот на ту скалу Чтобы увидеть сам поселок Еще немножко осталось Называется «Разбежавшись» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Как он называется «В Крыму растет» А вниз-то повеселее идти Чем наверх Нравится нам всякие запретные зоны А, вон он где завод Нужно туда О, здесь красивая скала Сейчас выехали с Орджоникидзе Хотим попасть по римской дороге Какой-то старой римской дороге В Феодосию Но вот интересно, кто ее здесь Ездил по некому римлян Или нет Пытаемся везти Пока дорога радует Даже каменистая пошла Нет, грязь Даже каменистая пошла нет грязи Поднялись вверх за горы Здесь уже снег На карте здесь какой-то родник 200 метров Решил пройтись пешком И далеко от машин Да, что-то суховато И там уже видно Ну мирашка, когда здесь Ну а посмотреть уже что-то Да, по-заводствуясь, что-то там Погода портится прям очень быстро. Снег пошел, сильный ветер. И солоно гнибавший эту машину обратно. И Кривиновская крепость. Совсем понятно, где здесь. Справа какая-то церковь. Отгорожена территория. Попробуем зайти через башню. Только осторожней здесь. Кто-то разбил коньяк Коктебель. Здесь вообще прям любят коньячки побить. Извуместные. Еще один. Он якобы в нашей машине стоит. Не знаю. Смотри, я увидел корабль затонувший. Вот и крепость. На территории крепости частные дома. Вот в таком состоянии памятник архитектуры. Давай прямо дойдем. Там стена еще крепостная. Посмотрим. Здесь даже дом можно купить. Надпись. Продается дом. Пожалуйста, на территории крепости. Ведь сюда вообще дорога идет. Можно заехать. Обязательно. Вот на территории крепости. Прям домик есть. Ну, судя по тому, что там подключено электричество. Он жилой. Ну, что-то. Есть. 14 век. Мне вот интересно, каково вообще жить на территории памятника архитектуры? Вот так там сзади выгружать всякие товары. Газелька там стоит. Самое главное, что дома здесь вообще, конечно, очень старенькие. А вот уже современная крепость. Кстати, забор у этой крепости не хуже, чем генуэйс и строили. Ага. Тут даже лисинка есть. Ну, единственное, что радует, хотя бы уплату не берут пока. Вот это на просмотр. Хотя, с другой стороны, может быть, лучше брали. Если все это огородили и привели в порядок. А в таком виде, конечно, этот памятник исторический не очень выглядит. Должны пройти. Вот купец-путешественник Афанасий Никитин. Здесь ему памятник. Когда хочу отойти сейчас на море, там увидели баржу затонувшую, пофотографировать. А здесь военные преградили дорогу. К сожалению, ближе возможности подойти нет. Вот видите, сухогруз состоит на мели. Точнее, он даже не на мели, он затонувший. Здесь военные себя оттягивали. Сучек моря. Короче, мы замерзли. Идем в машину. Будем искать, где можно покушать его и чай. Горяченький. Фиатосия. Фиатосия. Типа стол. Это я люблю. Да, машина закрыл. Сейчас попробуем попасть в музей денег. Так, денежек. И через вот этот банкомат. Там сейчас прошли банкомат, там мучает прям такая большая. Один-два банка работают. Все. Сокрытие. Ну вот, написано. Сегодня же пятница. Пятница. Не работает. Короче, музей денег закрыт. Так, что на сегодня программа заканчивается. Так, рано. Спасибо. Так.